18 апреля исполняется 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича Дружкова. Замечательный русский писатель, ставший настоящим классиком детской литературы. Юрий Дружков является создателем сказочных героев, нестареющих волшебника Карандаша и мастера Самоделкина. Автор успел написать у любимых героев всего две повести – «Приключения Карандаша и Самоделкина» и «Волшебная школа», которые проиллюстрированы замечательными художниками Игорем Семеновым и Виктором Чижиковым. Псевдоним Дружков появился в 1964 году на обложке «Приключения Карандаша» и «Самоделкина». Эти маленькие веселые человечки живут в небольшом, но очень красивом городке на улице веселых колокольчиков. Они – настоящие друзья и волшебники. У Карандаша вместо носа волшебный карандаш, и все, что он нарисует, превращается в настоящее чудо. А его друг Самоделкин – железный человечек. Он умеет мастерить разные невероятные машины. Благодаря удивительным возможностям и способностям, друзья попадают в различные приключения. Это и полет на огурце, и встреча с разбойниками, и путешествие на лошадках с красивыми уздечками, и приключения на автомобиле с розовыми подушками, и участие в состязании корабликов, и многое другое. Несмотря на такое большое количество безнадежных ситуаций, которые заставляют читателя волноваться за героев, сопереживать им, Карандаш и Самоделкин выходили победителями. Увлекательные сюжеты и множество интересных фактов из истории географии, научных и энциклопедических сведений сделали эту книгу не только упоительной, но и по-настоящему полезной и познавательной. Читатели просили о продолжении чудесных историй. Мечта сбылась в 1984 году, когда вышла волшебная школа. Повести о приключениях Карандаша и Самоделкина стали книжками-бестселлерами, книжками-подарками. Кроме увлекательных историй, в них была масса смешных картинок. В 1969 году книжка «Приключения Карандаша и Самоделкина» получила премию «Золотая медаль» как лучшая книга для детей. Книга «Приключения Карандаша и Самоделкина» издавалась на 18 языках мира. Карандаш и Самоделкин впоследствии вошли в группу сказочных персонажей, веселых человечков, постоянных героев рассказов и комиксов в журнале «Веселые картинки». Давайте послушаем отрывок из этой чудесной книги. Глава первая, в которой можно съесть нарисованную конфетку и летать на свежем огурчике. В одном большом городе на очень красивой улице, которая называлась «Улицы веселых колокольчиков», стоял большой-большой магазин игрушек. Однажды в магазине кто-то чихнул. В этом нет ничего удивительного, если чихнул продавец, который показывал ребятам игрушки. Если чихнул какой-нибудь маленький покупатель, в этом тоже нет ничего удивительного. Только и продавец, и маленький покупатель тут ни при чем. Я знаю, кто чихнул в магазине игрушек. Мне сначала никто не поверит, но я все-таки скажу. Чихнула коробка. Да-да, коробка для цветных карандашей. Она лежала на складе игрушек среди больших и маленьких коробок и коробочек. На ней были напечатаны яркие буквы. Цветные карандаши «Маленький волшебник». Но это еще не все. Рядом лежала другая коробка. Эта коробка называлась «Механический конструктор-мастер-самоделки». И вот, когда первая коробка чихнула, другая сказала «Будь здорова». Потом нарядная крышка на первой коробке приподнялась немного, упала в сторону, и под ней оказался маленький один-единственный карандаш. Ну какой карандаш? Не простой карандаш, не цветной карандаш, а самый необыкновенный, удивительный карандаш. Посмотри на него, пожалуйста. Правда смешной? Карандаш подошел к механическому конструктору, постучал в деревянную крышку и спросил «Кто там?» «Это я, мастер-самоделкин», – послышался ответ. «Помоги мне, пожалуйста, выбраться». «Никак не могу». И в коробке что-то как будто загремело и зазвенело. Тогда карандаш потянул к себе крышку, отодвинул ее и заглянул через край коробки. Среди разных блестящих винтиков и гаек, металлических пластинок, шестеренок, пружинок и колесиков сидел странный железный человечек. Он выскочил из коробки, как пружинка, закачался на тонких смешных ножках, которые были сделаны из пружинок, и стал разглядывать карандаша. «Ты кто?» – спросил он удивленно. «Я?» «Я волшебный художник. Меня зовут Карандаш. Я умею рисовать живые картинки». «А что значит живые картинки?» «Ну, если хочешь, я нарисую птичку. Она сразу оживет и улетит. А еще могу нарисовать конфету. Ее можно будет съесть». «Неправда!» – воскликнул самоделкин. «Так не бывает!» – и засмеялся. «Не бывает!» «Волшебники никогда не врут!» – обиделся Карандаш. «А ну-ка, нарисуй самолет!» «Посмотрим, какой ты волшебник, если ты правду говоришь». «Самолет?» «Я не знаю, что такое самолет», – признался Карандаш. «Лучше я нарисую морковку. Хочешь?» «Не надо мне морковки!» «Неужели ты никогда не видел самолета?» «Просто смешно!» Карандаш опять немножко обиделся. «Пожалуйста, не смейся!» «Если ты все видел, расскажи мне про самолет. Какой он бывает?» «На что самолет похож?» «А я его нарисую!» В моей коробке лежит альбом с картинками для раскрашивания. Там напечатаны домики, птички, морковки, огурцы, конфеты, лошадки, цыплята, куры, кошки, собаки. «Больше там ничего нет, никаких самолетов!» Самоделкин подпрыгнул и зазвенел своими пружинками. «Ой, какие неинтересные книжки в твоей картинке!» «Ладно, я покажу тебе самолет. Он похож на большой-большой длинный огурец с крылышками. Я сделаю модель самолета из конструктора». Самоделкин тут же прыгнул в коробку. Он гремел металлическими пластинками, он искал нужные винтики, шестеренки, он закручивал их куда надо, ловко работал отверткой, стучал молотком, тук-тук-тук, и все время напевал такую песню. «Я все умею делать сам, и я не верю чудесам, сам-сам-сам!» А Карандаш вынул из кармана цветные карандаши, подумал-подумал и нарисовал огурчик, свежий, зеленый, в пупырышках. А потом подрисовал к нему крылышки. «Эй, Самоделкин!» – позвал Карандаш. «Иди сюда! Я не нарисовал самолет!» Субтитры сделал DimaTorzok